Привет, меня зовут Евгений и сегодня я расскажу как передавать информацию из AMO CRM в Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из AMO CRM в другие системы. Например, через Webhook вести учет новых сделок, удобно охранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AMO CRM. Теперь необходимо указать действие. Выбираем загрузить сделки по дате создания. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль от аккаунта. Предоставляем доступ к Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем продолжить. Выбираем воронку заказов. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные из AMO CRM. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действие, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем далее. Настройка источника данных AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Webhook. Далее необходимо указать действие. Выбираем отправка данных. Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вам необходимы URL для отправки данных, на которые будут приходить данные из AMO CRM. Для того чтобы проверить как это работает, сгенерируем такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо будет создать новую связь и в источнике данных выбрать систему Webhook, который предоставит нам URL для приема данных. Копируем URL для приема данных и вставляем его в нашу связь с AMO CRM. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем продолжить. На этом этапе вы можете выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в систему, которую вы выбрали. Указываем название переменных. После этого, чтобы добавить значения наших переменных, кликните в поле и выберите из упадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем добавить. Продолжить. Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный Webhook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Webhook». Переходим в систему, куда мы передаем данные и проверяем результат. В данном случае мы переходим в систему Apex Drive и подгружаем тестовые данные в источники. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом этапе настройка приема данных в Webhook завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. Предыдущую связь, которая была использована в качестве примера, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok